Значит, мы говорили о некой антологии, то есть о декартовской антологии, которая предполагает некую чистоту бытия. В самом деле, во-первых, с декартовской точки зрения, бытие, чистота бытия, коренится в некой рациональности, с одной стороны и с другой стороны, она предполагает некоторую чистоту. В самом деле, сущность и существование декартов различаются абсолютно. Они различаются между собой в своей чистоте. В самом деле в этой процедуре мы различаем сущность существования в некой своей чистоте. Посмотрим на другие позиции, может быть нам здесь удастся понять, что такое фашизм, когда это не происходит, когда нет подобного рода чистоты, различия между сущностью и существованием. И после этого декларирование декартовского «я» как нечто, отвечающее исключительно за онтас, и отвечающее исключительно за бытие, то есть за существование. На самом деле мы рассмотрим наше простейшее наблюдение, что любая наша попытка привести себя в каком-то обществе полностью детерминирована, скажем, нашим полом. То есть некое существование мужчины как мужчины, оно отличается от существования женщины как женщины во всем, везде. Это нечто, которое пронизывает все наше существование. Вот это просто некий такой пример, который, по большому счету, мысленный эксперимент доступен каждому. То есть наши половые различия, то есть вот этот гендер, так называемый пол, это то, что... Это же принципиально разное веще. Ну, хорошо. Пол, это вот пол, это как бы физическое, а гендер, это вот... Это социальный пол. То, что ты об этом думаешь. Гендер – это социальный пол, а пол – это как бы... Ну, тогда я говорю не о поле, не о биологическом, и не о гендере, то есть не о социальном, а о некой такой штуке, которая пронизывает все наше бытие. А что пронизывает? Некоторые наши половые... Это гендер, да. Ну, в данном случае, я думаю, это не существо. Хорошо, хорошо. Ну, ладно, это... Это пронизывает картина мира. Нет, это важно понять, что ты имеешь в виду... Идет личность. Что речь идет именно о чтойности человека. Вот у него такой пол в биологическом или смысле, или в смысле психическом, что он о себе мыслит. Или речь идет о способе его бытия. О способе его бытия, конечно, речь идет. О способе его бытия. Это же есть мужской газет, а есть женский. Да, да, примерно так, да. Да это же фашизм. А я о чем? О том и речь. О том и речь. Это вот простой пример, что действительно у тебя получается мужской дозайн и женский дозайн. Точно так же посмотрим на... Нет, уже всего, что есть еще какие-то, понимаешь, другие, понимаешь, которые не вписываются в эту схему. Ну, их надо... Сам понимаешь, что их не должно быть, да. Их не должно быть, да. Это по понятным причинам. Детям им не дано. Да. Значит, вот это самая ситуация. Другая позиция, которая не говорит о существовании, как о ничем, чем-то получаемом в результате рациональной процедуры, это ситуация, когда мы понимаем бытие, либо существование, как способ или присутствие языка. То есть быть – это то, когда язык находится рядом с тобой, но он молчит. Вот такой странный. Язык тогда у нас действительно является домом бытия. Потому что мы включены в некое языковое отношение к миру, и это языковое отношение к миру нас таким образом задает то, что вещь существует. Вещь существует, она обладает определенными свойствами, красным, синим, что-либо еще, но с другой стороны она находится в некой среде, которая языку подвластна. Тогда мы говорим, что эта вещь есть. Вот такой странный подход. Игорь, я что-то не понимаю, а потом в патике сущность и существование это различаются или нет? Различаются, конечно. У тебя такое впечатление, что сущность как бы вшита в существовании. Да, вшита. Это и означает, что не отличаются. Ну, различаются в каком случае. То есть мужское дозаняное, это и означает, что мужское дозаняное, это и означает, что бытие и сущность неотличима. Да. Вот. Точно-точочно. Что? Отличаются или нет все-таки? Ну, отличаются в каком-то смысле, но не в декабрьском смысле. Понимаешь? Может, дозанин все равно остается дозанин? Не, не так. Надо говорить, что не может быть женского дозаня. Да, не может быть женского дозаня, да. Не может быть женского дозаня. Точно так же мы можем взглянуть на эту самую ситуацию другим способом. Что у нас включено, подобно как половому, ну вот как к гендерному представлению о мире, точно так же у нас вшито некое представление о том, что мы принадлежим к определенному роду или нации. Говорим на каком-то языке. В самом деле, Юнг, когда по поручению оккупантов обследовал, изучал любых представителей немецкой нации, он сделал удивительное заключение, что даже у антифашистов представление о некой великой Германии является чем-то чрезвычайно важным. Какой-то фундаментальной структурой коллективного бессознательного. Мы все помним, на основании вот этого анализа Германия была подвернута динацификации. То есть, по большому счету, например, сейчас все эти музеи с пытками, со всеми ужасами был проведен и пропущен каждый немец. Вот они и пытались вот к этому самому ситуации бороться. Но если мы действительно будем думать, что у нас есть у каждого представителя что-то в нашем несознательном, не в рациональном, как думал Дикант, а в нечто иррациональном, находящее за пределом сознания, некий способ, который говорит, что существует чисто немецкое отношение к миру. То есть, как в качестве, что быть немцем, это в этом смысле судьба, это не то, чего нам даруются, не то, чем нас можно научить. Это некая судьба, которая себя проявит, как быть мужчиной, это тоже быть судьба. То таким образом мы пытаемся понять некоторое представление о бытии, коренящиеся как бы в недрах и в сущности бессознательных. И следующим образом мы попытаемся понять, уже сформулировать некую антологию, которая ищет бытие уже не в неком рациональном, не в рациональности когета, а в неком, скажем так, иррациональном, бессознательном или то, чего находится за собственным сознанием. Что нам задает тот пример, связанный с гентром, тот пример, связанный с языком и тот пример, который связан с принадлежностью к определенного рода нации. Это то, от чего мы как бы избавиться ни в коем случае не можем. Если мы в самом деле полагаем, что такая картина или такая точка зрения возможна, то мы пытаемся здесь и получить некоторые оправдания идеологии какого-то рода избранничества, или в том числе оправдания идеологии нацизма. То есть он оказывается, здесь и возмашен, и регресс в традицию. Почему? Потому что рациональность это то, что подобного рода факт отрицает. То есть у нас была некая, в первых, рациональность этот факт отрицает. Факт, скажем, то, что наша сущность стоит за пределом рационального лиза со счет сознания. Вот если она это так, если действительно это ведь. И в самом деле у нас Аполлоническое отрицает Дионисийское. Дионисийское это то, чего есть поистине. Аполлоническое это то, чего мы пытаемся воспроизвести каким-то образом. Как покрывало мали, как и люди. Да, покрывало мали и зи. То есть рациональное получается, с этой точки зрения, оказывается в смысле иллюзорно. Чем приступен Сократ? Сократ приступен тем способом, что он ввел рациональное соревнование, то есть в разуме или что-то, над некоторым истинным. То есть истинным, вот этим самым иррациональным. Аристократ это тот человек, который аристократ. Этот аристократия это то, чего не надо доказывать. Ты по праву своего, по своему мнению, принадлежности уже к этим считаешь. Ты ими и являешься. Сократ предложил нам, по большому счету, доказать то, что элита имеет право на собственную элитарность. Элита не доказывает свое право на элитарность. Она является по факту элитой. Вот такова ее факт. Для нее этот вопрос просто невозможен. Никаким образом. Мы видим, что Аполлоническое, на следующего Денисийскому, это что? То, что набрасывается на иррациональное, то есть на истинное, то есть на то самое бытие, которое раскрыто как бы в экзистенции, в сущности, внутри. Она набрасывается и как бы его накидывает на него покровало. И выдает себя, то есть иррациональный субъект, в качестве того, чего есть по истине. То есть она постоянно вводит человека в определенный рационалистический морг, имя которому Сократовская философия. Если вот такого рода вещь, то получается, что нам надо постараться вернуться вот этому самому иррациональному, стоящему сознанию за спиной, как и некоторому основанию бытия, как нечто, что спрятано, то есть вернуться обратно к бытию. То есть к вот этому самому иррациональному, быть может. И хочется заметить, и вот это та позиция, в которой не всякий, безусловно, фашизм, но, безусловно, немецкий фашизм мог бы попытаться искать для себя обоснования. И действительно это некое обоснование, он пытался искать и находить. Если мы действительно отказываемся... А русский коммунизм... То есть фашизм, а русский коммунизм нет. Да, я тоже думаю, что нет. Он в чем основание? Российский, социально-общественный? Нет, это нет, русский империализм, скажем, да. Да, русский империализм, да, национализм, русский национализм, да. Империализм. А не коммунизм. Коммунизм? Еще раз, подожди, повтори, пожалуйста, для тупых. В чем ищут основания фашизм? В фашизм ищет основания некое... Ну, мы знаем, да, различными единисийскими, аполоническими, да. Мы видим бытие, находящееся как раз и не нерациональное, нерациональное. Нерациональное. Нерациональное, да. Дорациональное, да. В рациональном мы как бы забываем денисийское и приходим чисто к аполоническому, то есть к воспоминаниям, по-большому. Воспроизводству готовых красивых форм, в котором сущность которых, то есть денисийская сущность, то есть это переживание некое, экзистенциальное первичное переживание, но утрачено. То есть по большому счету. То есть мы как бы заблудились среди сущностей и забыли о том, что не сущность. И вот эта ситуация, все та же ситуация реваншизма, реакции и так далее. То есть уже как бы рациональное уже вышло, так сказать, на аванс-сцену. Сократ уже случился. Да. Уже как бы аполоническое захватило денисийское и как бы... Победило, да. Да, и победило. Ведикайм случился, да. Вот и сейчас как бы надо вернуть денисий. Да, то есть надо вернуться назад бытию. Надо вернуться назад бытию. Если кратко говорить, то в этом это смысл как бы нищего. Ну, во многом. То, что он нищий говорит, в этом во многом смысле. Именно в том, что он довернулся первым образом каким-то, да, вот этим античным, генетичным. У меня есть... Но я хочу обратить внимание, что опять антология возникает. Возникает некая антология. То есть... То есть и фашизм антологичен. А, то есть получается, что фашизм в этом смысле антологичен, да. Вот такая вот у него странная. То есть его попытка к натурационализму, к регрессу будущему, это совсем не попытка недалеких людей расправиться со светлым прекрасным модернизмом. Скорее наоборот. Нет, нет, нет. Это если модернизм накидывает на весь мир одеяло покрова Аполлона, да, вот я поэтически уже так заговорил, то он как раз пытается вернуться сквозь вот этот морок и пытается вернуться к первоначальному Денисийскому. Да? Но ты, на мой взгляд, рассуждаешь космонационально, понимаешь? Ну, вы еще... Я же не немец. Нет, я боюсь, то есть я уверен, даже знаю, что они тоже были ребята весьма рациональны. И вообще вот модерн, ну что такое модерн? Модерн – это вот эпоха становления рациональности, по-моему, на мой взгляд. И никогда, вот это распространенное мнение, что фашисты – это вот некий контр-модерн, чушь. Вот мне кажется, что это не соответствует действительности. Это очень модерн и скорей. Но попытка вернуться обратно к бытию, если вот бытие мы понимаем не декартовского смысла, декарт неправда. Вернуться обратно к бытию. Ты рассуждаешь рационально, но при этом используешь термин «иррациональность». Вот я считаю, что можно рассуждать вполне рационально, объяснить и Сократ, и фашизм, пользуясь вот этими категориями, которые мы уже ввели. Именно картина мира и реальность, да? Картина мира, фикартовская картина мира, там, вот, то, о чем Хайдеггер говорит, это рациональная штука. Человек рисует себе картина мира. Понимаешь, да? Это сам человек нерациональный. Мне очень не нравится термин «свысок» у нас был Игорев. Рисует там, да. Вот, как бы, засилье разума какого-то. Можно я как бы услышал? Или сознание. То есть, вот, сознание. То есть, мы, как бы... Весь сомнения, да. То есть, человек, человек, нас... Это, как у Хайдгера, открывающий-закрывающий жест. Да, вот, познание, оно, как бы, оно приоткрывает и тем самым жестом и скрывает. Вот. Сознание, как бы, появляется, оно высвечивает что-то, но при этом оно закрепощает нас навсегда. Так что, как и не мир-то, противостоит? Реальность. А почему, вот, зачем нам вообще нужна картина мира? Почему мы не можем, вот, обходиться одной реальностью? Вот этот вот вопрос-то давайте зададим себе реальность. Реальность доступна. А потому что с реальностью мы поговорить не можем. В общем, я вот. А с картиной мира мы разговариваем. В общем, как в этой... Что такое элита? Элита — это ребята, которые понимают, что такое картина мира. Лучше других. И ничего больше. А точнее, если сказать, в моем определении, элита имеет арбитраж между на самом деле, между реальностью и картиной мира. Картина мира — это как должно. Картина мира говорит о должном. О том, как должно быть. А реальность вот так, как есть. И вот те люди, которые прекрасно видят эту разницу между реальностью и картиной мира, они не просто и видят, а которые имеют арбитраж на эту разницу. Я могу объяснить как. Простойко словами выгоду, которая может быть по-разному. Они и есть элита. И приходит Сократ. И что делает Сократ-то-то? Он критикует картину мира. Так картина мира одна на всех или все-таки ухаживает своя? Он не хочет. А Сократ опасен, он может сорвать им бизнес? Конечно. Он может... Конечно. Конечно. Безусловно. Но если переходить к фашистам, то это очень рациональные были деятели по всей истории. Но вот точно такой же рациональный поворот временной причин к мистике, да? Он же был и у нас в 20-е годы, надо сказать. Причина Сократа была, да? У коммунистов. Не только у коммунистов, не знаю. На самом деле, по всему миру. На самом деле, по всему миру. Но, по-своему, гадам. Вся эта теософия появилась. Теософия. Коциальные были в лабораториях. Коциальные делегации. Экспедиции. Какого немца назвали? Альтернативная история. То есть, я не был слышен. Морозов. Питерийного института. Ты знаешь, кто? Морозов. Ну, альтернативщик. Он был первым директором института. Лезгофтова. А? Лезгофтова. Правильно. Лезгофтова. Я, слушай, я... Мы даже собирались паломничество строить на его музее Краснодарской области. Я вот тут читал, как бы, какую-то статью Невзорова, где он цитирует высказывание Березовского, ну, видимо, с которым он много там общался в свое время. Вот. И Березовский, как бы, говорил, что вот для большого бизнеса, как бы, нужны большие жертвы. Вот. Но, как бы, никто не хочет погибать просто так вот, как бы, поэтому трудно, как бы, большой бизнес замутить. Поэтому приходится пускать в дело самые возвышенные идеи и самые, как бы, физические концепции, вот, чтобы, как бы, большой бизнес состоялся. Конечно. Вот. И в этом смысле, как бы, да, получается, что фашизм это такой тоже большой бизнес. Нет, ну вы не о том же говорите. Нет, у вас получается, что сначала есть тема выгоды, которая поспособлена по себе что угодно. Вот она есть настоящая. Нет, мы говорим, что эту антологию, которую ты описываешь, да, придумали бизнесмены. Нет, вы говорите, что эту антологию, которую я описываю, придумали евреи. Вот что вы говорите. Нет, я хочу сказать, мой основной поинт, Антон, мой основной поинт заключается в том, что вы то же самое, что нам указочно рассказал Игорь, можно рациональным образом передать, да, рассказать. Не совсем. Фашисты, они нарисовали себе вполне рациональную картину мира. Вполне рациональная идеология была у них. Понимаешь? Я не могу согласиться, что рациональная. Нет. Там как раз вот есть это ядро рационализма, Игорь его очень замечательно обрисовал. Вот. Понимаете? То есть вся атрибутика, все сотни тысяч стоящие, кричащие в экстазе. Да, да, да. Это возврат именно... А в Советском Союзе не так было строение? Так, так, тоже, да. Это не относится никак к фашизму. А сейчас эти... Нет, не знаю. Мы с всех, как антилиберализм. А всех, как сейчас то же самое. Говоря о государстве, относится к антилиберализму. Вот та мистика, которая творится сейчас с Боингом. Это что, и рациональность некая? Там митик опять там. Ну, естественно, вот ты почитай. А знаете, как это тоже... Вот это все иррационально. Нет, это на самом деле все рационально. На самом деле я просто хотел бы заметить, на самом деле, что противостояние... Не знаю, почему либерализм его взяли, но вообще говоря, есть некое существенное противостояние между атомистическим, ну, можно сказать, либеральным пониманием человека и между пониманием человека, который вписан в общество, в общество, в организм. Вообще говоря, в древней, по моему пониманию, вообще говоря, не было никакого фашизма, просто потому, что кроме иерархических обществ, в которых, в нашем понимании, фашизм процветал, ничего другого не было. И почему-то везде была иерархия, даже хуже рабство было, да, и все было нормально. Откуда появился фашизм? Только после того, как христианство, на самом деле, прошло по Европе, да, когда она убедила людей, что люди вообще-то равны, да, что они равны перед Богом, только тогда и возникла вот эта язва фашизма, да. На самом деле она не возникла, она была просто всегда, но просто у нее появился противник, который утверждает, что люди равны. Основной ведь тезис фашизма состоит в чем, что люди от природы не равны, что это на самом деле природный закон. И вот это... Ты как бы перечеркнул большинство того, что... Вы только хочешь сказать, что этому нельзя найти рациональное обоснование? Нет, я хочу сказать, что фашизм вырастает естественным образом. Смотрим на природу и видим на иерархию. Нет, я хочу сказать, что фашизм вырастает естественным образом, вырастает естественным образом, Потому что природа так устроена. А вот я как бы, что вынес из всего нашего сегодняшнего обсуждения, что единственным признаком фашизма является вот именно вот этот вот, как бы, реваршизм, вот это вот обращение действительно к прошлому. Ну, не к всякому, дионисийскому. Дионисийскому прошлому счастью. Не как бы, просто резюмирую, я хотел бы свое определение фашизма дать, которое у меня другое, которое несколько пересекается, что говорил Александр. А именно, на самом деле, фашисты точно так же, на самом деле, есть, на самом деле, некое существенное различие между тем, что было в древности, когда утверждалось, что есть, как бы, условно реалины, да, есть варвары, есть какие-то там, как бы, цивилизации есть, да, и есть какое-то там дикое состояние людей. Там же тоже, это противопоставление, они проходят через всю историю, там, древних времен, там, что есть, как бы, некоторые народы, которые призваны им господством, типа, там, Рим, да, и есть, как бы, народы, которые постоянно должны быть рабами, да, там, в принципе, они изначально рабские народы. То есть, вот это вот противоположество, оно постоянно присутствует. Но есть различие, на самом деле, действительно, это правило между фашизмом и таким пониманием различия. Это различие составляет то, что фашисты, на самом-то деле, утверждают, что люди, в каком-то смысле, они к ним, как бы, адресуются, как будто бы они равны. Но только они предлагают, на самом деле, это равенство подтвердить средствами, которыми человек не может исполнить. То есть, например, фашист может сказать, допустим, кому-то, допустим, обращаясь к еврею, что я приму того, что ты вот такой-то, только ты должен стать не евреем. Это не в буквальном смысле так говорится, а это, как бы, намерение сделать то, что сделать невозможно. Как бы, фашист согласен на равенство, только в том случае, если тот, кому обращено, допустим, это действие, должен сделать невозможно. То есть, в этом смысле, украинские наши товарищи, киевские националисты, они фашисты, потому что они говорят людям на северо-востоке, что все нормально, только вы должны стать такими же, как мы. Да, то есть, они предлагают сделать то, что сделать невозможно. Да, можно просто жить на территории этой, как бы, подчиняться этому правительству. То есть, фактически, на самом деле, как это решается, это решается вопрос так, что каждый остается при своем. Когда, например, есть две противоположные стороны, например, спорящие, они не могли ни в чем согласиться, они говорят, ладно, мы останемся, каждый при своей точке зрения, и остаются, как бы, и, как бы, у них нету, ну, никакого перехода к действию. А у фашистов, как получается так, что есть две спорящие стороны, а потом они говорят, ах, вы не хотите с нами соглашаться, мы тогда вас уничтожим. Либо вы соглашаетесь с нами, либо мы вас уничтожаем. Вот в этом разница, вот как раз говорился о радикализме, да, что всякая противоположная, как бы, точка зрения, должна быть, если она не хочет согласиться с нашей, которая является единственной, значит, она должна быть уничтожена. То есть, они предлагают сделать то, что другой сделать не может. И в этом, как мне кажется, проблема фашистов. Но на самом деле, если вдуматься, это было всегда. То есть, это всегда так получалось, что всегда, вот, всегда, фашизм может везде и всегда возникнуть. Потому что социализм так же. Тоже мы с вами новыми построились, не хотите мы вас... Да. В этом отношении фашистов все равно одинаковые. Ну, все же, когда, допустим, мифический фашист к мифическому еврею обращается. И он же говорит не то, что, чувак, ты прими мою чтойность, то есть, стань немцем. А он говорит, что нечто противоположное. У меня есть нечто то, у меня за спиной, то, чем ты по праву своего рождения, будучи евреем, не обладаешь, обладать не можешь. Ну и почему он ему не даст быть рабом? Чего? Ну почему он не даст, как в древнем участии говорится, так вот, ты не можешь быть господином, у меня голубая кровь, а у тебя какая-то армпаганная. Да, да. Дай рабом, но они не все уничтожили. Потому что различия, я еще раз говорю, различия, оно состоит не в чтойности. Если ты говоришь, что у меня голубая кровь, а у тебя кровь красная, поэтому ты рад, это то различие, которое лежит в чтойности. Опять, если про социализм точно так же. Мы строим некое справедливое общество, а если ты с нами не согласен, мы тебя тоже можем уничтожить. Это опять разговор замкнутый в рамках чтойности. Да нет, в рамках бытия вообще никакого различия. Почему, говорите, ну, какое различие в рамках бытия? Это очень интересная мысль, подожди, давай обсудим. То есть, речь идет о неком тайном знании, в конце концов. Да. Или о способе... Тайной природе. Тайной природе. Не явной природе. А способов излечения потаённого знания, сокрытого знания. У нас свой путь. Потаённого, сокрытого знания. То есть, если общество апеллирует к чему-то такому другим нераступному, то оно словно фашисток. А почему я говорю, что мне больше всего как-то... Ну, древние образцы прошлого, понимаешь, да? Да. Это вот наши образцы, да? И наше прошлое. И никто, кроме нас, и не сможет сорвать покрывало этого нашего прошлого. Да, конечно. А не сможет, да. Отсюда вот это самое... Все кругом виноваты, поскольку они понимают, что вот мир-то так несправедлив. То есть, там полагается, что мир несправедлив, да? Но, естественно, вот эти кругом виноваты. И по отношению к нам все несправедливы. Но мы-то будем бороться. И мы знали, знаем уже, что нас обманывали. Вот ещё у них основной момент. Нас обманывали. А теперь мы знаем, что у нас есть образец. Вот как надо было жить-то. Как временно. Понимаешь, да? Здесь интересный момент. Немцы-то обращались не к своему прошлому, да? Не к своему конкретно немецкому прошлому. А именно... Вообще к новейшему. Ну, даже не к европейскому мировому. То есть... Ну, они обращались, в первую очередь, конечно, к Священной Римской империи. Немецкой нации. Ну, в смысле, к цивилизационному прошлому. Так, они обращались к Священной Римской... Они по смыслу, они Третий Рейх, они обращались к Первому Рейху. То есть, Священной Римской империи немецкой нации. Да, вот следующий шаг. Сначала нас обманывали, а второй шаг. А мы умные, понимаешь, да? То есть, тогда вот самомнение безконечное, это необходимый элемент для этого общества. А теперь мы умные, теперь нас не проведешь. Вот у нас есть образец этот, да? И все. Хорошо, давайте, как бы, попытаемся отличить наше российское общество современное от фашизма. Нет, лучше, знаете, что отличить? Мне кажется, что мы с далека начали. Оно отличается абсолютно не какой-то кистей. Это у нас где радикализм-то? В чем? Покажи. Ну, подымается радикализм, по-моему. Ну, вот единственное, у радикализма нет. Нет, но либерал, он с родственным фашистов. И вот этим, кстати, объясняется то, что наши родные либералы, они какой-то душевной теплотой пылают к украинской революции. И к Пиночету. А Пиночету, так как они были. Да. Ты об этом все еще раз буду говорить. Да. Нет, просто я как раз сказать, что... Это же поразительно было, да? Вот в зрении общества, на самом деле, были эллины, да, там, были цивилизации, были варвары. И тем не менее, ведь не мочили же воров, не уничтожали, не брали их в рабство. И причем, сами варвары были многие, да, которые попадали в расу, соглашались быть рабами. Потому что рациональная мысль, да? Нет, дело не в этом. А сейчас почему, как бы, фашисты не признают, на самом деле, иное? Нет, нет, вот в этом мысле и состоит, вот Игорь. Вот этот момент уничтожения евреев, это вот такой, как бы, иррациональный жест, понимаешь? Это не экономический. Вот, как бы, тот, вот именно в момент концлагерей мы понимаем, что это все-таки не бизнесмены были. Да, которые набросили картину мира ради собственной выгоды. Поэтому я говорю, что мы придумали все. Я просто чуть-чуть добавлю. Эллины, это не бизнесмены. Эллины, это нет. Это были большие художники. Нет, давайте просто, я, как мне кажется, что в чем тут смысл? Мне кажется, смысл-то состоит в том, что как раз уничтожает только раму. Когда вот собак, вот там, какие-то кошки бегают, там, да, их не уничтожают, да, там, их просто берут, хватают. Ну, мы имеем в виду, на самом деле, в том, что немцы, когда фашистская Германия уничтожала евреев, было отношение к тому, что как бы евреи, то есть, что евреи тоже люди, то есть, они понимали их равенство. Я бы сказал, их равенство понимается во смысле, что евреи считали себя избранным народом, и немцы тоже считали себя избранным народом. И в этом и была принципиальная борьба, возможно. Евреи же считали, что они являются избранным народом, и они единственные, кто достоин. Они бы сказали, нет, извините, мы являемся избранным народом. Нет, нет, с евреями там... И других у них не было, мне кажется, принципиальных противоречий. Договориться они не могли. Так кто там... Я думаю, это скорее какая-то религиозная тема, какие-то жертвоприношения, или там, знаете, чтобы обратного пути не было. То есть, вот как бы, вот мы сейчас вот, там, сколько там, миллионы, или сколько там говорят, там, ну, в общем, огромное количество уничтожим, и обратной дороги уже не будет. Это как бы какая-то реакциональная часть между рабством, на самом деле, и фашистом. Конечно, состоит в том, что фашист противника признает, только он просто его уничтожает. А рабоводительство не признает, раба, он не человек, он вскор. Он его не признает, он берет его в погон, потому что... Нет, не переживай. Насчет фашиста, признающего противника, не очевидно. Да, конечно, совсем не так. Где он там признает? Да нет, сам факт того, что ты уничтожаешь противника, и означает, что ты противника признаешь. Да нет, надо понимать эту немецкую ситуацию отношения к евреям. Евреи говорили на диалекте, и, как и все немцы, они до сих пор говорят на разных диалектах немецкого языка. У них письменное язык... Это интеллигентский разговор, давай как бы были же метафизики. Вот я иду тебе к метафизике. Да. К метафизике физики. Плохие были, да? Да не то, что они плохие были. В том смысле, что они, по большому счету, в отличие, скажем, от русских, поляков, французов, от немцев, живущих в той же самой Германии, не внешне, как-то либо еще, не отличались. Но, с точки зрения вот этой самой экзистенции, той самой судьбы, немец – это немец, еврей – это еврей. Вот они говорят на том же языке, принадлежат к общей культуре. Почему у них уничтожались там какие-нибудь, ты такой, я не знаю, цыгане. Потому что отличались. Потому что отличались. Они отличались, потому что отличались, да. Потому что тут штойность различается. Вот ты этот негр, понимаешь? Он негр, видно, а я немец. А здесь трудно различить. Евреи очень хорошо отличались. Чего вы рассказываете? Ну, как бы, евреи в любом случае... А не бодисты красивые. Ну, и бодисты красивые. Чего они? Он считает, что сильно раздевается. Нет, немецкий нет. В Торе написано, что еврей должен одеваться иначе, чем все вокруг окружающие его люди. Так речь идет. Они специально одеваются так, как это необычное. И как это у нас и евреи в 30-х годах, в 20-х одевались особенно, отличающиеся от немцев? Они были полностью неукоренны в этой культуре. Другое интересно, ведь сама процедура уничтожения, все эти концлагеря, списки и так далее, она же была насквозь рациональна, по-немецки. Как сочеталась иррациональность этого действия с рациональностью исполнения? Но оно все-таки рациональное действие. Ты говоришь, что бытие, твоя судьба другая, чем у еврея, принципиально другая. Но это же рациональный факт. Александр Сергеевич говорит, что я излагаю рациональную философию. Это рациональная философия. Не, ну а чего ты занимаешься его судьбой? Ну пусть он со своей другой судьбой как-то сам обходится. Ты же начинаешь как бы... А когда исторический антисемитизм вышел на арену? Да еще в 20-х. Да мне кажется, когда раньше... Начинаешь... А, нет, имеется в виду как таковое? Нет, как таковое. А всегда был? Я думаю, что христианство... Это, наверное, как бы вот христианство и иудаизм отделилось от мало-другого и ничего. Я опять тому, что может вернуться к неким прошлому. Оттуда? Ну, не знаю. Можно об этом рассуждать, потому что... Ладно. Не, ну, Игорь, с точки зрения, можно так подкликнуть, что есть как бы чистота нации, как бы, а если среди нас есть как бы не совсем... Похожие на нас, неотличимые, но не чистые, да, немцы, то надо как бы так повыдергать, да, в сальники, чтобы осталось чистые, так сказать, поросы. Ну, надо разбираться, наверняка есть, был, был, да, я это это хочу примерно сказать, но надо разбираться там конкретно, я по этим вопросам не задумывался. Я думаю, что это триумфальный костерок какой-то, что это как бы, ну, какой-то, ну, как ритуал, что ли, женоприношение. Может быть, потому что, по большому счету, строится огромная страна. Массовое уничтожение евреев практиковалось только в нацистской Германии. Например, другой по сне, Пиночет, он просто отличился только, ну, там, 30 было издательств протокола сионских мудрецов, у них все евреи просто выехали ищили, но уничтожения не было. То есть, тот же итальянский фашизм, да, у него ни сетцизма не было никакого, да, он был как бы... Он итальянских фашистов, итальянских евреев не считал за евреев, и их не занимался, но с другой стороны, там и Ашкеназии-то и не было, по сути. Да, только Сефары. Может, уничтожали и цыган, и много кого еще уничтожали. Так что, это там... Есть версия, что, на самом деле, евреи не больше пострадали многие другие нации. Может, надо выделять как бы... Ну, русские, русские больше погибли, это безусловно так. Русские, допустим, больше погибли, да, да. Вообще, славяне, если считать так. Нет, ну, это, они участвовали в войне, поэтому, то есть, во их действиях. Ну, это, белорусские деревни полностью загоняли ломбарки. Ну, понятно, но их же уничтожали не за то, что они были белорусы. Их уничтожали, потому что они были врагами. Нет, подождите, есть был план Барбаросса, там, уничтожение славян. А разве в плане Барбаросса было какое-то уничтожение славян? Да, он должен был остаться... План Барбаросса — это некий военный план, который переходил... А, нет, нет, неправильно, не Барбаросса, а этот, как он там, Майкамп. Там, по-моему, указано, что сколько должен славян остаться. Славян должны были только там быть рабами, по-тракам. Ну, быть может, да. Вот это самое, да. Вот я хочу сказать, что вот это обсуждение фашизма, оно очень опытное было, но абсолютно неоптужное. Ну, может, кто-то думает, что вот некая опасность там, да, и поэтому полезно об этом поговорить, дабы будущую опасность как-то предотвратить. Вот я считаю, что в определении модерна, которое вот я предложил вашему вниманию, совершенно не зря состоит этот модерн, эпохи там модерна. Бессмысленно довольно, на мой взгляд, возвращаться там, к временам логического общества, и также бессмысленно говорить о фашизме в эпоху постмодерна. Почему? А потому что вот это вот то, что я называю картиной мира, она уже консервируется совершенно по-другому. Ну, очень грубо, чтобы не, там, время не терять на это самое, очень грубо. Вот если раньше, вот религиозная картина мира, да, вот была некая реальность, данность, да, вот возвышалась над ней там религиозная картина мира, которая диктовала и объясняла человеку, как оно есть на самом деле и почему, и как должно вести себя в этом мире, чтобы там, в конце концов, там, скажем, спастись, да. То же самое в начале эпохи модерна, гуманистическая картина мира, та же самая марсовая, там, или какая-то чисто либеральная, может быть, интегральная, которая была в западных демократиях, она тоже вот так вот, да, вот реальность некая, некая картина мира, которая рассказывала человеку, что такое должно, да, как должно, не как есть, а как должен. Вот, то в эпоху постмодерна, вот… Картина рассказывает, как есть, а? Нет? Дело в том, что там все очень сложно теперь, потому что элиты оказались очень хитрые, потому что вот эта вот ситуация, она очень неустойчивая. на самом деле, от чего случается революция? Обычно говорят, что постмодерней вот реальность не стала, что она тоже стала картиной. Подожди, подожди, сначала я скажу пару слов, почему революция получается, перед реакетом, разные вот такие нехорошие события, а потому что неизбежно, какая бы она ни была, вот эта вот картина мира, суперская, самая такая, вот такая, всем нравится, неизбежно она вот происходит сближение с реальностью. понимаешь, то есть освоение картины мира, да, вот, и, ну, мы же мир-то как-то реальность перестраиваем, и вот это приближение, то есть перспективу утращивает свой человек. Грубо говоря, все умные становятся, ну, вот в 80-е годы, понимаешь, все мы философии образец-малинизма и знали лучше ее, чем какой-то первый секретарь. Еще какая-нибудь дура приходила ему и тыкала в книжку, он владел. Зачем иметь ей это нужно, понимаешь, да? Александр, разреши я попытаюсь объяснить, как я, не понял, что обновеяло. Христианская картина мира, она была межгосударственная, покрывала собой, скажем, всю Европу. И с модерном начинается дробление этой картины, съеживание. И фашист был возможен тогда, когда, вот скажем, габариты картины мира поравнялись с габаритами государства, когда она могла быть картина мира государственной. Дальше оно пошло опять дробиться, и сейчас мы не можем... Подождите, но сейчас у нас прекрасно насаждают у нас в стране. Нет, одно дело насаждают, но в принципе нет, и уже невозможно единой государственной картины мира. Я наблюдаю, да, а очень удачно это делают. Нет, ну это маленький момент, в течение нескольких месяцев, она не является государственной. Ну дай бог, как бы может перед третьим годом так же... Даже скажем так, что ту картину мира, это вообще не картина мира, а пропагандистский какой-то фейк. Это нельзя отнести к тому, чего вы мечтали про Хайдекер, это не то. Но даже если и отнести... Нет, но почему? Вот элемент вражды, опасности, обманутости, Ну это возврат некий прошлый. Почему сейчас невозможен фашизм? Потому что мы не можем ни одно государство отрежествить с некой картиной мира и с некоторой цельной идеологией. Мы русские, у нас особый путь, понимаете? Мы сохранили те ценности, которые все утравили. Это не является государственной идеологией. Все бантик. Оно декларируемо, оно не является государственной идеологией. А то, что декларируется, то действия могут быть каким угодно. Ну, скажем так, это последний, может быть, штрих. Но если вот говорить, что постмодерн, постмодерн, это именно отсутствие глобальной какой-то картины мира. В каком-то смысле я надеюсь, что вы правы. Что как бы сейчас будет, если будет реваж, то как бы попытаются спарагировать фашизм. Но это будет спарагировать. То есть как бы мы попытаемся в эпоху постмодерна создать модерн. То есть фашизм не мог быть в рамках христианского мира, поскольку была единая идеология на все государства. Французы с англичанами воевали там. Они воевали вот прагматично, а не потому, что те... А когда идеология сформулировалась в рамках одного государства, он считал другое государство способно уничтожить именно по факту, потому что это другая идеология и другое все. И социализм это то же самое. А сейчас раздробленная... Сейчас многие считают, что можно уничтожить США, понимаете, и нужно вот в радиоактивном... Да, очень многие. Я думаю, что восторг огромный вызывает на людей так. Сама такая возможность... Я не считаю, что это вот цель за идеологией. Да не поистрирую. На самом деле, поскольку я вот об этом все размышлял, да, на самом деле, еще глубокая тема, она достойна отдельного этого самого разговора, чтобы ей не нужно это все решать так. Я просто докончу то, что начал, да? В чем сложности вот нашей борьбы за светлое будущее? А в том, что вот если грубо представить, это постмодерменская картина мира, она обязана быть. Потому что на арбитраже они живут. Она примерно такая, она приобретается с реальностью. очень для вас. Вот эта реальность, она уже не возвышается на ней высоко, она вот так вот. То есть, если раньше, допустим, в христианстве, модерне, всегда там гуманизм, и человек на дом, картина мира возвышала человека, то теперь в некоторых аспектах она уже, картина мира, то есть то, что должно, находится ниже реальности. Вот как есть, вот так. А она уже ниже реальности. Тебе говорят, вот реальность человека, реальность человека, а тебе говорят, нет, правильно и должно. Вот так вот, понимаешь, да? Да. Вот в этом месте. Только симуляция. Главное, что… Это не симуляция. Я бы еще так сказал. Тему, как бы, вот этого бизнес, так сказать, выгоды. Если раньше это были такие, ну, вкладчики, да, как бы по-крупному, да, которые на росте там курса играют, то сейчас это вот скальпирующие трейдеры, да. То есть вот это… Там масса самых… Давай в следующий раз. Придешь, Антон? Ну, постараюсь, да. Вот. То есть скачет, да, вот эту вот реальность и картина мира, они как бы друг относительно друга скачут, и на этой разнице сиюминутной. Да, да, да. Вот, делается ровно. Да, 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 да. Причем неважно, как бы. Да, да, да. Отсюда очень масса вследствий и фрагментации, вот эти самые региональные антологии твои, которые ты любишь. Былат и все. И у каждого… Фрагментация картины мира не только в том смысле, что вот как некая целостность, она там извивается и заходит под реальность, и в том, что у каждого еще и своя, да, обеспечит скоро, каждому свое. Вот националист, вот, пожалуй, ради Бога, твоя сфера будет. Блога сфера, в том числе, да, где-то такие же будут. Если ты интеллигентный человек, там, либо другая, там, все. Получается, что фашист опять договориться не может. Он утром проснулся фашистом. Значит, радикализм возникает и опять фашизм. Нет, не может быть и… Радикализм связан с государством. А здесь радикализм может возникнуть, но он не будет связан с государством. Фашизм всегда… Это государственный радикализм. Ну, вот я и считал, что фашизм государству дыря привязывается. Фашизм этой идеологии, она может возникнуть и… Ну, проявился, фашизм проявился в нашем обществе только как государственный. Мы знаем именно… Мы связываем… Мы… Фашизм, который был где-то вот отдельно локальный до фашизма германского и итальянского, мы о чем о нем знаем? Ничего не знаем. Даже как и социализм. Были тоже социалисты в 19 веке, но как социализм и как фашизм, они проявились как государственные идеологии и действия государственные. Не, просто государство, да, придало им все… Ну, да. Не на то, что… Нет, не, была речь идет о том, что отдельный человек, который как бы мыслит по фашистам, он не представляет проблемы, скажем так. Да не отдельно, а группа. Ну, или группа маленькая. Нет, на самом деле, если вы Дереза посчитаете, у него на самом деле действенными являются именно группа людей. И сплощенная группа людей у него является теми самыми действенными субъектами, которые могут что-то менять. Так как группы сейчас стали… Сейчас вы посмотрите, эти все группы там… Но фашисты только именно на уровне государства, может быть, проявлены… Вот именно с этим я как раз… Ну, исторически это было, только так. Исторически так. Но я считаю, что… Вот это было на шоу там в лавническом обществе, да? Это просто одессмысливает разговор о конкретике. Да? Все же, Макс нельзя говорил о том, что нужно брать эту истину конкретно, исторически, за жару. Ну, вы что-то придумаете какое-то нехорошее слово? Я считаю, что это сразу нехорошее, мне все поражает. Почему фашисты сразу в минус? Вот этого я не понимаю. Почему? Естественным образом… Естественным образом… Я же столько раз уже объяснял… Влад, вырежи это, чтобы это… Не, ну у вас как бы… А вы принесли за законам жалко тебя. У нас уже… Тайдоги решили. Закроют канал, скажут, что пропаганда фашизма… Нет, ну это философский смысл… Да вы еще беседы-то… Просто философский смысл… Философский смысл, я могу сказать… А, то есть я уже говорил, что русским фашизм очень хорошо. В принципе. И русские бы сделали хороших фашизм, на самом деле. Да, да. Это у нас был хороший фашизм. Не, у нас не было. Нет, ну нет. По-хорошему социализм, конечно, это фашизм. Просто с добрым лицом. Понимаете, все-таки… Человеки, ну я не знаю… У нас как бы… Мы как бы не как русские, да, вот как сейчас там… Как русские. Вот. Сделали то, что сделали. А мы все-таки как советские люди. То есть, как люди, которые выбрали определенную… Определенное именно вот… Ну… Как сказать… Мировоззрение, да. Вот мы выбрали социалистический путь. Вот. И поэтому у нас все хорошо, и поэтому наша страна великая СССР. Вот такая была и для Лопля. Вот. Мы как бы строим коммунизм. Вот. А не потому, что мы от рождения там какие-то особенные… Понятно. Вот это важно. Отличие, может быть, формальное такое, внешнее. То фашизм пытался выжить за счет уничтожения других эксплуатаций, других… Не себя, не своей нации. А социалист за счет своих же. Вот. Вот по факту вышло так. Мы уничтожили кучу своих. Даже не евреев, не соседние… Даже когда мы присоединили соседние государства, там, аннексия при Балтике и все. Поэтому это был поздно. Поэтому это был поздно. Ну, коммунистическое дело, и оно радикально, по сути своей. Это была подготовка. Радикально, она радикально, да. Я тебе говорю, эти фашизмные евреи тоже были поспать.